Друзья, всем привет, всем здравствуйте, доброе утро. Сегодня решил для вас сравнить, что же в обновлении 11.4 лучше. ВК-72 или Е100, потому что и один, и второй танк ребаланснуты. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что у конкретно ВК или конкретно у Е100 изменилось. Я просто хочу сравнить их друг с другом. Основной посыл видео такой. Оборудование стоит идентичное, специальное, чтобы сравнение было максимально честным, что ли. Вот в снаряжение, да, я добавил, ребят, извините, все-таки добавил я динамическую защиту, потому что Е100 сейчас именно этим и отличается, помимо боевой стабилизации. Итак, что касается прочности, то прочность существенно разнится. Здесь 2.450, здесь 2.750. И прошу обратить внимание, что у меня в оборудовании стоит усиленная броня. И у одного танка, и у второго. Броня. Итак, что касается ВК. Броня во лбу башни 200 мм, здесь 270. Но по факту пробить сложнее ВК-72 в лоб башни. Что касается бортов. Здесь 172 мм, здесь 150. И опять-таки есть ощущение, что ВК пробивается сложнее. Ну, это несложно пробить в борт башни ВК-72. Но если говорить вот в масштабах сравнения, просто посмотрите на размеры этой башни. Понятно, что сюда просто попасть легче. Что касается кормы, здесь 150, здесь 120. Дальше. В корпусе, по-моему, изменения были у ВК. Особенно касаемо бортов, если я не ошибаюсь. Итак, во лбу корпуса 240. Здесь во лбу корпуса 200. То есть мы с вами делаем вывод, что во лбу броня лучше у ВК 7201. Это бесспорно. Борта 160. И мне кажется, ребята, что вот этот танк теперь гораздо круче будет танковать от какого-нибудь угла здания. В заднее расположение башни на самом деле здесь очень сильно поможет. Здесь в бортах 120. Но есть экраны. Что касается кормы, здесь она 150, здесь корма 120. ДПМ 2672, УВК 7201. Здесь 2577. Сократили КД сотки. Перезарядка 1374. Перезарядка 15,8. Была 16,5 что ли. Что касается пробития, то оно здесь у одного и второго танка абсолютно идентично. Я даже не буду говорить, что у одного, что у второго. Скажу сразу по двум. 258 на ББшке. На кумулях 334. И на фугасах 85. Урон 600. Вот тут 600 ББшка. Здесь 680 ББшка. Голда. Здесь 500. Средний урон. Здесь 580. Фугасик у сотки 1020. Здесь фугас 900. Какой-то понерфленный как будто бы. Хотя пушки одинаковые. Так, сведение 4,4 секунды. Здесь он, конечно же, ребята, жестко проигрывает. 5,1 секунда сведения. Как и по разбросу, собственно. Вот этот танк будет поточнее. Здесь 0,342. Здесь 0,359. Это с учетом того, что я играю на одном сведении. И специально делаю оба танка более точными. Углы склонений у одного и второго танка 7. Но здесь заднее расположение башни. Нужно это понимать, что они не работают вот прям на лоб корпуса. Нужно немножечко отворачивать, чтобы они начали работать. Максималка 32. Здесь 30. Тех вооруженность 11,5, 10 и 8 у сотки. Что касается башни, то здесь она разворачивается практически 22 градуса в секунду, получается. Здесь 19. Корпус 34,5 и 34,5. Ну, можно сказать, идентичные. Так, самое интересное, конечно же, это посмотреть на эти танки в рандоме. Я на сотке и на ВК я даже не играл еще ни разу. Давайте начнем. Кстати, сердечники убрали. У ВК 72.01 убрали сердечники. Да. Ну что, вперед. Кстати, этот рецепт мне нравится больше. Там Е100 и хэвик. У нас тоже неплохой тяжик. Только у нас два всего их. Там еще йох. ВК 72 будет, естественно, побыстрее. У него и оборудование стоит у меня на подвижность. То, что убрали сердечники, ребята, это не всегда плохо. У вас есть зато проверенное временем вторая ремка. Ну, вклейку, типа, у нас динамка. Ну, вклейку... Вклейку... Вклейку, типа, у нас был бы... можно было не рисковать и на самом деле дать фугасом да что ж такое то дождался я так наконец-то полгода выцеливания сведения получилось но я просто не представляю как я навыка буду там от от моста отыгрывать о ого а тут у нас гости у нас тут хэвик проснулся добрый вечер у нас тут проснулся хэвик да не в тему он проснулся я вам так скажу хорошо но у тебя один да я надеюсь что я успею отка дышится отка дышится то успел это просто ор жестко 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 ребят первый бой что неплохо это было не плохо так 4 600 урона 4 фрага и 1 к сожалению знак и классности так но леопард еще ребята леопард еще тащил где 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 был бабаховод повезло по ходу повезло ребят что хэвик был ну таким странным василий 1978 ну ладно гриль держи так идем дальше прикольно прикольно но увидите что-то танкую было очень важно забрать в твп очень этом миллион снарядов сейчас он точно одним бы точно пробил так все два куда едешь все бы куда-то не туда ладно но 50 б на первую линию на тт конечно и нет смысла ехать а тут нам нам помогают мне вот это нравится очень мне вот этот вот это вот вот этот вот киберспорт понравился еще и потеха по моему меня пробила там кран палит ай хорошо не знаю иногда задняя башня это прям находка так 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 ой куда ты прям бортом то так все он заныкался так кран 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 я упустил из виду он где все сдох блин как же было плохо как же это было плохо у меня очень быстро когда у этого этого гриля очень так так Капец, он там разматывает. С одной позиции всех просто урабатывает. Нифига себе. Нифига себе. Проскользнул. Ладно. Ну, это такой, ребят, бой. Не очень мне понравился. Ну, три косаря есть и ладно. Как же меня этот, ребята, киберспортсмен высветил в самом начале. Вот этот вот. 56 процентов. А вы говорите. Так. Слушайте, наверное, по два боя, когда сравнение будет по два боя. Так, ну что, переходим к сотке. Давайте тоже, ребят, два боя, не больше. Так, у Е100 есть боевая стабилизация и динамическая защита. Динамическая защита с его ХП-2750 выглядит действительно круто. Я сейчас проведу два боя на сотке и сравню с ВК. И уже тогда будем делать вывод. Но, даже сейчас я могу сказать, что если ты новичок, если ты качаешь первый танк, то выбери ветку Е100. С шестого уровня там уже годные машины. А-а-а. Серьезно? Ему хватает пробития на мою башню, да? У меня вопросов нет. Я лишь уточнил. Нет пробития. Там две ПТ нужно, и тоже не забывать про них. Все, надо его забирать фугасом. Вот, отлично. А, из ТБ тут? Тусет. Так, бабаха с левой стороны. А еще кто? Хори. Вот и хори. Вот в это место, куда я стрельнул, в СА-4, он обалденно пробивается. И боеукладочка у него взлетает на воздух. Ну, а как вы видите, не всегда. Противник уничтожен. Вдумайтесь, ребят, о совпадении чел просто мне делать так, чтобы я его не смог в него попасть. Противник уничтожен. Фантастика. Совпадение? Не думаю. Вот так вот. Что-то какая-то сотка неуклюжая, что ли, по сравнению с ВК-72. Вообще я на ней не могу урон настрелять. Ладно. Вкратце о точности танк. Ну, я примерно так же стрельнул вот до этого. Ну, примерно так же, но расстояние там было меньше. Так, ладно, первый блинкомом. Три с половиной тысячи. Что-то я там под Харри выцеливал, выцеливал. А я не думал, что он настолько обнаглит и просто будет стоять и просто стрелять. Второй бой. Посмотрим, посмотрим. В город, не в город? Что скажете? Я просто пока на своем этом динозавре поднимусь, уже бой закончится. Так, бэйбер, вот они. Покуда они? Они чуть левее будут, понял. Побил. Так. Есть один выстрел. Напрягает то, что WZ-55 там уже прям наглеет. Уже практически с нашей стороны. В общем, фантастика. А не выстрел, честное слово. Так, ну надо еще две тычки давать, ребят. Полибасу. А еще лучше фугасом какую-нибудь выдать. А плюху. Ой, там Шерик уже кайфует. Ну смотри, они все в рассыпную. Как можно так выехать? Посмотри. Все, минус. Минус этот, минус этот. Все, поиграли. Двигатель поврежден. Максимальная скорость снижена. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Попадание под башню. Скорость вращения башни снижена. Пробил. Наводчик контужен. Разброс увеличивается. Командир контужен. Видимо снижена. Какой это ужас. Ну я что-то потанковал хотя бы. Ладно. Как у нас... Как так произошло, что у нас просто... Вырубили всех сверху. Все же шло нормально. Шерик 900. Не понимаю, как так произошло. Но КПЗ что-то вроде бы сделал. Странно очень. Ладно. У них, посмотри. У них шерик 4049%. У нас шерик 50% 900. В общем, как-то так. Сотка на самом деле не вызвала пока что особого восторга. ВК-72 как-то проще. Вот чисто по мне отыгрывается. Вот. Но я, наверное, скажу, что победитель для меня ВК-72. Но если вы новичок, повторюсь, выберите себе ветку танка Е100. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok